Это Укрлайф. Мы продолжаем наши прямые эфиры. Андрей Глигоч продолжит сегодняшний наш эфир. Говорить будем с ним об экономике, тем более, что он является соучредителем гражданской платформы Новокраина. Андрей, я точно знаю, что вчера вы собирали форум. Форум бизнесмена, предпринимателей. Не просто форум, это был конгресс. Что собрались-то? Все пропало или еще есть? Все, конечно, пропало, но это только повод для оптимизма. Интересный подход, неожиданный. Когда еще думаешь, что не все пропало, остаются какие-то надежды, может быть, как-то вырулится. А когда уже все пропало, понимаешь, что теперь пора засучить рукава и начать наконец-то строить. Мы все время ждем этого дна, от которого можно будет оттолкнуться. Так вот, что, собственно, собрались? Собрали вчера почти 800 бизнесменов, представителей профессиональных и бизнесовых ассоциаций. Были приглашены и послы, торговые атташе разных посольств, были представители от них и журналисты. Без политиков провели вчера конгресс, задачей которого было выработать совместное требование со стороны бизнеса к власти. Ну, что мы видим в экономике? Действительно, все пропало. Поскольку товарные рынки сокращаются, причем многие товарные рынки сокращаются темпами в два раза. В два раза за 2014 год. Не говоря уже о том, что впервые за десяток лет розничная торговля у нас показывает отрицательную динамику. А это уже серьезный симптом. Грузоперевозки упали в стране. Короче говоря, все негативные сигналы мы уже получили. И сейчас вопрос в том, что потребители перестают вкладывать деньги в покупки. По нашим оценкам, 46% потребителей находятся в стадии зависания. То есть растерянности, непонимания того, что делать с деньгами, например. Деньги есть, но покупать доллары сейчас поздно. Вкладывать в банки природа не способствует. И что же делать? А покупать как-то стыдно, как-то не ко времени. И вот мы сидим с деньгами. Остановка вот такого круга оборота денег. Плюс отсутствие позитивных сигналов от власти. В первую очередь от правительства. О том, что ребята, вот четкие правила игры. Вот мы их фиксируем на определенный период. Вот так будет сейчас, вот так будет потом. Ребята, инвестируйте. Теперь эти правила мы гарантируем. Такого нет. Поэтому остановлены инвестиции, запуск новых проектов. Соответственно, мы собирались с одной единственной целью. Консолидировать требования, которые бизнес предъявляет власти. Теперь огласите весь список, пожалуйста. Оглашаю. Первейшее требование, конечно, связано с тем, что власть должна рассматривать бизнес как субъект, полноправный субъект переговоров и реформ. Фактически именно бизнес, как ключевой финансист власти, как та сила, которая, собственно, через налоги и оплачивает существование власти, государственной машины, именно бизнес и должен быть постановщиком задач для власти. Но такую роль власть не раз не уделяет бизнесу. Конечно, есть очень много позитивных сигналов. Сейчас очень много удалось и нам, и, собственно, так звезды сложились, очень много появилось реформаторов во власти. Министров, которые являются представителями гражданского общества, которые открыли процессы в министерстве для гражданских экспертов и идет активно реорганизация и в министерстве АПК, и в министерстве экономики, и в министерстве инфраструктуры, и в ряде других министерств. Но, конечно, это пока единичные примеры, а не система. Но этого мало для того, чтобы бизнес увидел позитивные сигналы. Плюс экономика обескровлена, нет ресурсов для инвестирования, для кредитования внутреннего. Поэтому первейшая задача, власть должна рассматривать бизнес как первейший субъект, и именно бизнес готов делать следующее действие. Какие действия? Действие номер два. Дерегуляция и в целом либерализация бизнеса. То, что у нас зарегулированный бизнес, то, что у нас низкие, нижайшие рейтинги и в рейтинге конкурентоспособности экономики, и doing business, и другие рейтинги, которые показывают, насколько же бизнесу легко работать в Украине. Очень тяжело. И несмотря на то, что бизнес привыкает и адаптируется к этим жутчайшим нормам, которые существуют у нас, и к этим условиям. Но, тем не менее, этого недостаточно для того, чтобы сейчас бизнес воспрял духом и начал активно инвестировать и развиваться. Дерегуляция – это вторая задача. Третья задача – это налоговая реформа. Не то страшное подобие налоговой реформы, которое произошло у нас в конце декабря и сейчас реализуется. С весны профессионалы со стороны бизнеса, эксперты и большой четверки, и профессиональных ассоциаций объединились и выработали те предложения по налоговой реформе, которые, собственно, давали возможность развивать экономику Украины. Это не было услышано летом, это не было услышано осенью, это не было услышано сейчас. И абсолютно понятно для нас, что дальше так продолжаться не может. У экономики в таких условиях считанные месяцы. Значит, соответственно, налоговая реформа должна быть проведена совсем по-другому. Гражданское общество, бизнес готов предъявить эту модель. Четвертое – это, конечно, вопрос антикоррупции. Ну, извините, но это позорище. Если мы говорили, что во времена Януковича, еще год назад, чуть с небольшим, в год порядка 250 миллиардов гривен была та самая коррупционная составляющая. Часть из нее – это перераспределение государственного бюджета в пользу олигархов. Уже год прошел, а вознаняя там. Где эти 250 миллиардов? Где они? Этих денег нет, поскольку смотрящие во многих случаях сохранились. Прозрачные госзакупки, тоже подготовленные, кстати, гражданским обществом, внедряются только в считанном количестве предприятий государственных. В считанном количестве. А должно быть тотальное внедрение в государстве прозрачных закупок. Мы готовы это делать? Готова ли к этому власть? Большой вопрос. Так вот, мы собирались для того, чтобы все эти перечисленные требования консолидировать и в течение недели донести до власти. Ну, я бы не хотел использовать, конечно, слово ультиматум, но это требования со стороны бизнеса. Хорошие требования. Вот совершенно точно, вот совсем готова согласиться. И более того, я считаю, что многие из них абсолютно, ну, просто жизненно важны для Украины. Ну, теперь второй вопрос. Ну, и что? Вот огласили вы требования. Да, вот это любимое наше «чо и чо». Вот если бы вы сказали ультиматум, это было бы интереснее, да? А вот вы говорите, требования. Слышали? Не раз. Я же намекнул, что слово-то я знаю, ультиматум. Мы знаем это слово. А поподробнее? Мы его пока отставляем в загашнике. Ну, какой-то в загашнике. На недельку или на сколько? На недельку, две, да, максимум две. Потому что, что же, у нас февраль уже. Февраль уже целый месяц прошел 2015 года. В феврале уже будет годовщина, как мы без Януковича. Но и та же самая годовщина, как мы без реформ. Да война. Война. Война в стране. Это страшнейшее явление, но положу руку на сердце. Война у нас происходит не только как горячее столкновение между бандитами, террористами и наемниками российскими на востоке Украины и добровольцами, регулярными частями украинской армии. Это война систем, в первую очередь. Это война двух цивилизационных систем. Это война Советского Союза, Совка, который въелся глубоко в народы и нашей страны, и России, и других стран. И новой цивилизацией, цивилизацией, которую мы называем цивилизацией дорог, ориентированной на развитие, на торговлю, на интеграцию, на совсем другие параметры, совсем другое мышление, на успех, на предпринимательство. Вот эта война, она может быть и не выглядит как война кровавая, но именно она является причиной всех наших нагораздев. Именно вот эта война и должна быть выиграна Украиной. Мы должны победить совок в самих себе. Только тогда становится и горячая война на востоке Украины. Без этого мы все время будем находиться под угрозой вторжения того мира, мира границ, где самое важное это обладание ресурсом, желательно нефтью и золотом, а хорошо бы еще и территориями. Вот та цивилизация заинтересована в хаосе на территории Украины. И, к сожалению, власть в Украине пока не втянулась в войну на стороне новой цивилизации, цивилизации дорог. Власть в Украине пока способствует скорее хаосу. Вот что неприятно. Но мы и бизнес в большой степени пока еще верит в готовность Верховной Рады, демократической, избранной, причем проевропейской, вроде бы как даже реформаторской Рады. Пока еще бизнес ждет от Рады тех действий, которые были обещаны. Обещаны, например, в коалиционном соглашении. И даже несмотря на то, что коалиционное соглашение не выполнено в части налоговой реформы, которая произошла, но пока бизнес рассматривает Верховную Раду как один из инструментов влияния на кабинет министров и на президента. Президент, заявивший даже в стратегии 2020 реформы, которая потребовала гражданское общество. Ведь фактически стратегия 2020 базировалась и на видении новой краины, и на тех предложениях, которые были гражданским обществом сформулированы. Поэтому по факту действий президент ориентирован на тактику и кулуарные договоренности. Но по факту стратегии президент задекларировал намерение вести реформы. Соответственно, наша задача сейчас кабинет министров. Вот кабинет министров должен быть тем инструментом, реальным инструментом бизнеса, общества и власти по проведению реформ. Пока мы это видим в считанных министерствах и не видим как систему. Ну вот смотрите, все что вы говорите, да, вы говорите, вот, хорошее даже записала, да, странное подобие реформы налоговой, дирегуляция, которая тоже странный характер носит, да, вот, ситуация на валютном рынке, да, которая тоже важна там для импорта. И в банковской системе финансовой в целом, да. Абсолютно, да. Ну, уже же все вопросы, все решения приняты. Все вопросы более-менее со стороны кабинета министров решены. Бюджет утвердили, какие-то там законы утвердили. Вы что думаете, что они сейчас вот послушают ваши требования и все поменяют в другую сторону? Естественно. Это же наивно так думать. Ну, наивно думать, что Янукович уйдет, он же папаш в силе. Конечно, все это наивно. Но мы прекрасно понимаем, что такой бюджет – это смерть для экономики Украины. Такая налоговая система – это смерть для бизнеса. В ситуации падения ВВП на 20% повышать в результате налоговую нагрузку, параметры бюджета, сохранять налоговую нагрузку на ВВП больше, чем 50% – это просто уму непостижимо. 35% – максимум, что может позволить себе экономика. 35% от ВВП должен быть бюджет. Мы должны кардинально, прямо сейчас, не откладывая, проводить пенсионную реформу, решать вопросы с банковской системой, с рефинансированием банков, с дофинансированием нафтогаза, но и самое главное – с сокращением государственных расходов. В ситуации войны понятно, почему растут расходы на оборону, но в ситуации войны непонятно, почему у нас по-прежнему сохраняются безумные расходы на налоговые службы, на прокуратуру, которая умудрилась за год не сделать ничего по привлечению к ответственности виновных и в разгоне студентов, и в событиях на Грушевского, и в расстрелах. И те самые коррупционеры, извините, они по-прежнему на свободе. И считанные из них привлечены к ответственности. Считанные. Эта показуха, которая сейчас устраивается, она не отвечает тем 3 миллиардам гривен, которые мы тратим уже даже больше на прокуратуру в год. Вот о чем надо думать, вот что должно было быть ответственностью государства. В том же пенсионном фонде, это же просто уму непостижимо, какие гигантские расходы мы несем на обслуживание этого пенсионного фонда. Содержится гигантское количество офисов по стране. Конечно, это все должно быть переведено уже на современные рельсы. С минимизацией расходов на обслуживание. А налоговое, но извините, когда мы говорим о том, что бизнес должен развиваться, это единственное наше спасение, малый и средний бизнес развивающийся, в это самое время налоговая должна кардинально поменять свою роль. И вместо карающего и надзирающего органа, она должна стать консультирующим органом. Органом, который помогает предпринимателям платить налоги. Но почему-то это кажется романтизмом, а не то, что бизнес сейчас прямо вот радостно выложит больше денег, откуда-то найдет и профинансирует прокуратуру в большем объеме. Вот это идиотизм, вот это глупость, а не надежда на то, что мы наконец-то сможем сформировать тот кабинет министров, который будет реально прореформаторским. Ну вот смотрите, если вас не послушают, на Майдан пойдете? Я имею в виду, ну не только вы лично, я имею в виду предпринимателей, бизнесмены. Это же не вы первые об этом говорите. Мы слышим это со всех сторон, и от экспертов, и аналитиков, и просто экономистов. Майдан уже идет, и мы на него уже пришли. Только этот Майдан уже идет по-другому. Этот Майдан идет уже внутри самой власти. Вот там все больше и больше гражданских экспертов, волонтеров, людей, которые идут на госслужбу. Этого недостаточно. Их будет все больше и больше. Они не показывают сейчас пока эффективных. Они не показывают сейчас эффективные деятельности. Да, это очень медленный процесс. Это самая большая неприятность. И это то, что усиливает Гидру, вот эту самую старую систему власти, вот этот вот совок олигархически коррумпированный. Он поэтому пока побеждает. Он побеждал тогда, когда мы, делегируя условно Шеремету, надеялись на то, что вот Шеремета дальше потом втянет, остальные прореформаторские силы, и мы сможем что-то поменять. Оказалось, так не работает. Теперь мы входим целыми модулями, группами, которые берут на себя ответственность за определенную реформу и ее проводят. Где этот модуль сработал? Он срабатывает во многих местах. Он срабатывает сейчас в Министерстве обороны. Он, я надеюсь, в самое ближайшее время сработает в Минздравоохранения. Он уже, очевидно, работает в Минэпк с сокращением бюджетных расходов. Министр и команда, команда министра показывает прекрасные результаты. Очень мне симпатично то, что сейчас происходит в Министерстве инфраструктуры. Фактически там меняются все линейки управления, в том числе и госпредприятиями, которые относятся к Мининфраструктуре. Не говоря уже о самой реформе Министерства. Это все, да, медленные процессы, но они начались, извините, в начале декабря. То есть только два месяца. И в ближайшие месяцы вы увидите, как там процессы разворачиваются очень-очень быстро. Дорегуляция. Это процесс тоже не такой быстрый, но он идет. Госзакупки. Идет прозрачные госзакупки. Большая сложность с реформой прокуратуры. Да. Рядом министерств ключевых. Пока еще Гидра, даже несмотря на весь прореформаторский характер нашего нового министра финансов, но старая Гидра, вот старая система Министерства финансов, она пока еще поглощает все эти потуги и гражданские, и министра в реформе. В реформе финансов, публичных финансов в стране. Но это начало процесса. Физический Майдан, мы и бизнес не заинтересован в обострении. Бизнес как раз заинтересован в позитивных сигналах. Но обратите внимание, что бизнес, как ключевой элемент финансирования государственной машины, может предложить другие формы протеста. Например. Например, формат параллельного государства. Например. Ведь сейчас бизнес финансирует образование детей, пенсии своих стариков, медицинское обслуживание своих сотрудников, армию финансирует бизнес, добровольческие батальоны. Постоянно все мы, не только собравшиеся вчера 800 бизнесменов, но мы знаем об этом, что практически каждая компания в Украине берет на себя какое-то шефство или какую-то активность в направлении АТО. Так вот, мы все это уже делаем. Скажите, пожалуйста, если мы уже сами строим эту государственную машину, зачем нам та старая система? Почему мы финансируем ее? Вы откажетесь платить налоги? Мы будем их платить, но будем платить их по-другому. Почему нет? Например? Например, мы будем платить их конкретно, точечно, целево за выполнение определенных программ государственных. Если это будет тотальный протест бизнеса, тотальный протест, я уверен, что сама государственная машина побежит договариваться в этот момент с бизнесом. Другая проблема, я бы сказал, другая проблема, что у нас же большая часть ВВП страны, 85% налогов генерятся двумя тысячами предприятий. У нас же уничтожен малый бизнес как таковой, и средний бизнес чахнет в нынешние времена. Поэтому, в конце концов, в сговоре с элитой крупного бизнеса, власть может быть в очередной раз и предпримет шаги по уничтожению среднего бизнеса. Может быть. Может произойдет и такая глупость. Тогда, вот именно тогда, скорее всего, у бизнеса не останется ничего, как выходить на улицы. Может бизнес быть единым в достижении каких-то своих целей? Не просто лоббистских, а реально важных для страны. Потому что за последние годы существует масса разных организаций, ассоциаций. Они, собственно, действуют достаточно эффективно. Но так, чтобы что-то менялось, я лет последние 10 так точно слышу очень позитивные призывы к правительству. Причем и правительство меняется, и руководители организации меняются, и президенты меняются. А ВОЗ их поныне там. Так вот, здесь очень важно, способен ли бизнес, средний класс, мелкий бизнес, создать такой, если хотите, майдан внутренний, объединиться. Центр силы, конечно. Да, да, если хотите, Центр силы. Это сложнейший вопрос. Во-первых, в том, чтобы бизнес не договорился, в первую очередь, не заинтересована Гидра. Ну ладно, Гидру давайте вынесем за скобки. Она в этом заинтересована. Да подождите, ну все можно на нее списать. Вынесем за скобки. Против Януковича тоже воевали он тоже был. Мне очень сложно вынести за скобки. Почему? Потому что большое количество бизнес-ассоциаций являются самыми, что есть, представителями той самой Гидры. Ну, может быть. Да, именно так. Хорошо, ладно, согласимся. У бизнеса общие интересы. Если все оставить за скобками, у бизнеса простейшие интересы. Это интересы, которые звучат приблизительно так, требования к власти. Дайте нам возможность развиваться. Развиваясь мы будем, соответственно, поднимать экономику. Чего нам нужно от власти? Дерегуляция, понятные правила игры, понятные, зафиксированные, и развитие инфраструктуры. Бизнес сам по себе не потянет развитие инфраструктуры, ни дорожной, ни железных дорог, ни так дальше. Десять лет слышу эти формулировки. Да. Вот это все, больше ничего не нужно. Дальше государство должно выйти из экономики, отойти и не участвовать. Дальше бизнес все сделает сам. Создайте условия и отойдите в сторону. Это консолидирует бизнес, консолидирует. Но, конечно, появляются в обязательном порядке, появляются те, кто говорит, нет-нет, как же так можно? Нам нужно обязательно сделать преференции вот для вот такой вот отрасли, вот для такого типа предприятий. И государство должно инвестировать туда, давать деньги, льготы. И тут же начинают возникать какие-то разные центрики силы, которые растягивают все это единство, и уже нет никакой либерализации, уже есть какие-то преференции и государственное управление, ручное управление экономикой. Это первый минус. Второй минус. Хорошо, когда есть общий враг, он как-то быстро объединяет. Он у нас был на Майдане, он у нас есть сейчас на Востоке. У вас гидра есть, вы же только что про это сказали. Да, у нас есть гидра, но гидры есть мы. И уже получаются разные цели. Я на другом. Гидра есть у нас, и тот, кто видит гидру, он объединяется очень быстро. Тот, кто не видит гидру, тот, кто заинтересован лишь в решении своих традиционными способами инструментов, чего там греха таить. Смотрящие же остались, решалово осталось. Пролоббировать я могу какое-то свое маленькое решение. И вот я, по-традиционно, как бизнесмен, еще знаю, что надо принести какому-нибудь новому замминистру чемодан денег. И мои МСГ остались там же. К сожалению, и это тоже есть в бизнесе. И чего там греха таить, есть. Старая привычка. Избавиться от нее сложно. От этой привычки. Именно поэтому мы сейчас стараемся по максимуму объединяться на общем. Не искать различий. Ну вот, например, нет, честно говорю, прямо и откровенно, нет консенсуса в бизнесе по вопросам реприватизации, например. С одной стороны, для бизнеса очень важна нерушимость прав собственности. Гарантии со стороны власти о том, что собственность зафиксирована и она остается твоей. Но как быть с наворованной собственностью? Наворованной за времена Януковича и до него. Как быть с этим? Решит самый справедливый украинский суд. Разве это не понятно? Да, ну вот да. Вот и вот тут вопрос справедливости или четкие правила игры и фиксация на будущее. Здесь нет решения однозначного в бизнесе. Второе, например, решение. Это отсутствие или существование преференций. Отношение к определенным отраслям. Говорят, у нас IT и аграрный комплекс, единственные две отрасли, которые развиваются и показали плюс в прошлом году. А давайте им дадим преференции за счет других отраслей. С одной стороны, логично, с другой стороны, даже абсолютно нелогично. Это потому что вы не айтишник, вы это говорите? Я айтишник. Почему я не айтишник? Да ладно, вы айтишник? Да, у меня есть айти-компания. И вы против преференций в айти? Представляете, да, вот есть такие ряды таких идиотов. Что такое? Это спорный вопрос. Его нужно решить, нам нужно договориться об этом. Пока договоренности нет. Пока есть и лоббисты, и пока есть те, кто ссылаются на опыт других стран, где действительно давались определенные преференции тем или другим отраслям для опережающего роста. Но это хорошо, когда экономика на взлете, когда есть инвестиции, хорошо давать определенные преференции, точечные, за счет налогов, за счет каких-то интересных решений, за счет кластерных, например, технологий, иногда свободных экономических зон для развития. У нас же, пока мы не побороли коррупционную составляющую, любая преференция будет означать, что вдруг айтишниками станут какие-нибудь, сейчас буду шутить, ну, например, химические предприятия, они тоже станут айтишниками. Как у нас традиционно бывало с разными компаниями, которые вдруг становились сельхозпроизводителями. Понятно, что без решения вопросов, связанных с коррупцией и без подписания, хотя бы морального подписания общественного договора, в котором, например, я как бизнесмен гарантирую, что я буду платить налоги в белую, а за это государство будет обеспечивать мне, соответственно, дорегуляцию, будет обеспечивать мне отсутствие проверок постоянных и препятствий мне для ведения бизнеса и т.д. и т.п. Конечно, я готов буду платить налоги, ведь тогда государственная машина будет меньше, компактней, и тогда налогов нужно будет собирать меньше, и мне их легче будет платить. Но государство ждет, что вначале я начну платить в белую налоги, не оптимизировав свою структуру. Но это же уму непостижимо платить те налоги, которые у нас есть сейчас. Бизнесы убыточны. Очень многие, я как бизнес-консультант еще, я наблюдаю за этими бизнесами и вижу, что происходит с основкой инвестпроектов и закрытием компаний. Вот эту тенденцию надо ломать. Нам объединиться пока очень сложно. Но вчера, смело скажу, из 800 компаний, предприятий, организаций, которые вчера были на Конгрессе, многие остались разочарованными, потому что не были услышаны их лоббистские интересы, например. Но 600 из 800 приняли общее мнение, решение, приняли общую резолюцию, которая сейчас дорабатывается и будет опубликована в ближайшее время. Но это уже немало. Это более чем немало. Ну вот, что в феврале-то будем ожидать? Февраль на нас уже. Да. Ну, во-первых... Ну, дефолта не ожидаем сразу? Что там настроения какие? Нет к этому оснований, но и страха от самого дефолта не должно быть у нас. Наш украинский бизнес ничего не боится. Это мы, у нас, у нас вообще так в мозгах банкротство это страшно. Во всем мире банкрот, банкрот и банкрот, дальше продолжается жизнь. Там нет никакого страха, там есть возможность начинать заново. У нас же это страшно, у нас все страшно. Потому что мы привыкли к тому, что холодильник один на всю жизнь, и вот так вот мы и живем. В дефолте нет ничего особо страшного. Но Украине дефолт не грозит. Естественно, и конечно мы получим и кредит от МВФ, и Украине не дадут возможность, Запад не даст возможность Украине разваливаться как стране. Это не самый главный страх. Самый главный страх, что те деньги, которые мы получим от МВФ, не просто могут быть проедены, увеличив наши долги нашего государства. Самое страшное, это проедание того, что мы сейчас получаем. Вместо того, чтобы проводить кардинальные реформы, модернизацию страны. А фактически нынешняя власть так и делает. Под лозунгом, а как же пенсионеры, а как же война, под этим лозунгом реформы не проводятся. Проводится только причесывание этой старой системы. Перекрашиваем стены при гнилом фундаменте. Стыдобо. Кто за кадром обещал, что в феврале будет хорошо? Перед эфиром сказали, будет в феврале хорошо. В феврале будет хорошо. Что же будет хорошего? В феврале пик, то, что началось в середине января. Вот это вот процессы консолидации бизнеса и социальные процессы. Оно все достигнет своего апогея к середине февраля. И? В середине февраля власть вынуждена будет не просто отмазываться перед гражданским обществом тем, что... Так как же, у нас же тоже есть какие-то свои представители гражданского общества. Помните, как выбить дракона? Давайте спросим кого-то из народа. О, нет, ты уйди. Вот это пусть будет случайный человек. Гражданские рады есть при всех министерствах? Они сейчас меняются, проводится ротация, потому что то, что было, это было... У них не было никакого функционала. А сейчас у них есть функционал? Требуем. Требуем. Требуем и добьемся этого. Тут вопрос другой. Что именно в середине февраля власть уже не сможет делать вид, что она сама по себе, а гражданское общество само по себе. Почему? Почему это час че? Вот эти процессы нарастают. Вот оно чувствуется кончиками пальцев. Когда и на уровне батальонов, и на уровне бизнес-ассоциаций, и на уровне гражданских организаций говорят, вот здесь уже край. Еще, если за неделю не услышат нас, то мы дальше по тексту, мы знаем, где они находятся. Конечно, никаких вооруженных конфликтов не хочет никто. Естественно, никто не будет ни призывать, ну, разве что провокаторы и ФСБшные провокаторы, вполне возможно. Но из гражданских лидеров никто не будет призывать к вооруженному сопротивлению. Но заблокировать работу этого кабинета министров, конечно, мы сможем, если не будем услышаны. Ну и еще один важный вопрос. Вопрос войны на Донбассе. Вот ваше отношение к тому, что происходит. Я знаю, что действительно бизнес средний и малый сделал очень много. Это волонтеры, это те, кто поддерживает сегодня. Поддерживал, поддерживает. И думаю, что будет поддерживать тех, кто на фронте. Вот много людей среднего, много бизнеса воюют там, на передовой. Ну вот, как вы, ваше понимание, что там, как все это может развиваться-то? С одной стороны, можно только гордиться тем мужеством и самоотверженностью украинцев, которые смогли, вопреки предательству, в том числе на самом высоком уровне генералитета Украины, смогли переломать эту ситуацию и показать, что в Украине есть вооруженные силы, что Украина может за себя постоять. Сейчас Украина для всего мира, конечно, является беспрецедентным примером, как вопреки всему, вопреки всем обстоятельствам, страна смогла собраться и выдерживать агрессию той страны, которой боятся во всем мире, с которой вынуждены считаться и ходить на попятные, и очень осторожно выверять шаги даже Соединенные Штаты, не говоря уже о Германии и их риторике. Здесь Украина показала беспрецедентный пример. С другой стороны, конечно, события на Востоке разворачиваются крайне негативно. Россия уже не скрывает свою активность, фактически уже не пряча ту поддержку вооруженными силами, техникой и людьми бандитов на Донбассе. С военной точки зрения мы все еще не настолько мощны, чтобы переломить ход боевых действий в свою пользу. Мы можем держать, но не можем наступать. Плюс, к сожалению, до сих пор нет яркого и работающего решения, как же минимизировать жертвы среди мирного населения. Мы знаем, что там осталось значительное количество людей, украинцев на Донбассе. Соответственно, что мы видим? Мы видим, что, конечно, Россия не заинтересована ни в каком ни присоединении, ни формировании никакой Новороссии. Для России, а, нет ресурсов, б, нет смысла брать себе вот этот дополнительный тягар на шею в виде Донбасса. Вы знаете, что обосновлено финансирование Приднестровья. Не говоря уже о том, что Абхазия показала, что Россия не может реализовать подобные проекты. Так вот, войну на Донбассе можно остановить одним только способом. Это реформы самой России. Естественно, интерес России — это обрушить Украину раньше, чем начнет рушиться сама Россия. Это ключевой сценарий. Хаос в Украине, обрушение Украины, и российская пропаганда, и очень активная, и очень эффективная, к сожалению, система продвижения российских интересов на Западе, пока срабатывает. На Западе формируется мнение, что Украина не реализовала свой шанс. За год нет реформ. За год Украина не показала никакого прогрессивного движения. Следовательно, Украина как страна не состоялась. Это тот месседж, который декларирует Россия через свои каналы на Западе. И это мнение там усиливается. Соответственно, Россия заинтересована в обрушении Украины как государства, в развале, в формировании хаоса здесь. Хаос здесь усилит позицию самой России. Вот видите, мы же говорили, скажут россияне, не было там никакой страны. Там хунта, там гражданская война. А вы что же, американцы, нас наказываете за что? За то, что мы сражались против этой хунты, поддерживали тех, кто пытался освободить страну? Они победят в таком случае. Украина не должна развалиться до того, как развалится Россия. А вот развал России, смена элит, смена модели управления в России, это единственный шанс для Украины и остановить агрессию на Донбассе, и вернуть Крым, и начать развиваться. Украина должна становиться все менее и менее зависимой от России. И, к сожалению, за год не было сделано практически ничего, чтобы избавиться от зависимости от России по энергоносителям. Многие проекты были завалены. Не были приняты и выслушаны проекты энергетической безопасности от гражданского общества. Кстати, сейчас объединение гражданских инициатив в сфере энергетики происходит наиболее быстрыми темпами. И мы увидим сейчас давление в энергетической сфере. Вместо того, чтобы усиливать, например, развивать собственную добычу газа, а мы можем поднять в полтора раза в ближайшие годы добычу газа в Украине, вместо этого сохраняются и коррупционные схемы, и повышается налоговое давление на местных добытчиков. Вместо того, чтобы либерализовать этот процесс, открыть его, сделать более легким доступ туда, к сожалению, там все те же игроки, со все теми же преференциями. Увы. Ну и, наверное, все-таки очень хотелось бы понять, вот ваша нова окраина, она вот с тем Донбассом, который оккупирован, или она пока без него? С тем? Конечно, с тем Донбассом. Вообще, нова окраина родилась как такой объединительный процесс, проект год назад, как раз год назад, как проект формирования стратегического видения для страны, какой должна быть страна в будущем. И до апреля месяца почти две тысячи экспертов из всех уголков страны, из Луганска, из Донецка, из Симферополя, из Севастополя работали над этим видением. Поэтому, конечно, оно общее для всей Украины. И больше того, нова окраина – это не просто страна сама по себе. Это центр интеграции очень большой, центральноевропейской интеграции, и черноморской, и в Восточной Европе, в Восточно-Центральной Европе. Конечно, Украина станет тем центром, объединяющим Беларусь, Балтию, Польшу, Чехию, Словакию, Болгарию, в будущем, возможно, и Турцию, и, конечно, страны Кавказа, и ту часть России, европейскую, которая останется Россией или отдельными странами в ближайшие несколько лет. И, конечно, мы будем тем центром, который объединит Восток и Запад, Север и Юг. Это так на роду написано в Украине. Вот так мы Богом поцелованная земля с богатейшими ресурсами, с умнейшей нацией, с всем, что нужно для того, чтобы быть таким интеграционным центром. И мы это реализуем. Но, естественно, одно дело, миссия, которую мы несем, видение на 5-7 лет впереди, и другое дело, что мы должны делать сейчас. Сейчас мы должны не пытаться спасти ту страну, которую мы с вами знали. Не пытаться спасти то, что было. Это сложно сердцу принять, но той страны должна умереть. Она должна умереть в нас самих. В нас самих, в студентах, которые дают взятки преподавателям. В вахтерах, которые, получив хоть малую толику власти, видят себя генералами, способными пустить или не пустить кого-то. Справедливо, между прочим. Это должно... Дракон должен умереть в нас самих. Но сходить с мертвым драконом же тоже как-то не очень хорошо. На плече. Там все равно появится какой-то другой дракон. Вот этот дракон должен появиться у нас принципиально другим, с другими ценностными ориентирами. И, например, думаю, не секрет, уже могу говорить о том, что развернута инициатива 21 ноября, инициатива, которая объединила мыслителей, философов, людей, искусства, известных предпринимателей, тех моральных авторитетов страны, задачей которых является сейчас продвижение и установление в Украине европейских ценностей, настоящих европейских ценностей, и продвижение уникальных украинских ценностей в мире. Вот это двойную задачу, которую мы решаем сейчас. Так вот, старая страна, старая система власти должна обрушиться. Мы должны дать ей возможность умереть. И мы должны построить кардинально новую страну. С новой конституцией, извините, откладывать это в долгий ящик нельзя. С новой системой законов, прозрачным государственным аппаратом, государственной машиной, прозрачной, понятной и действующей в интересах кого? В интересах двух ключевых субъектов. Народа, представленного гражданским обществом и бизнесом. Вот этим мы должны заняться в ближайшее время. Вы знаете, после этого я даже не хочу вызывать никакой вопрос, потому что это такое оптимистичное какое-то завершение нашего с вами диалога. И, вы знаете, такое количество оптимизма, которое от вас исходит, даже прямо меня заразили. Спасибо вам огромное. Это был Андрей Лигач, он соучредитель гражданской платформы Новокраина. И, если у вас есть какие-то конструктивные идеи, присоединяйтесь. Видите, как я сегодня так неожиданно после слова Андрея заканчиваю эфир. Спасибо, увидимся. Это был Укрлайф. Спасибо, Андрей. Спасибо.